Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Карины Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Как китайских студентов поздравили с праздником весны? Вакцинация от COVID-19 в Институте управления экономики и финансов. Запрет на мат в социальных сетях. На очередном заседании аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации претенденты на руководящую должность представили свое видение дальнейшего развития вузов. На правах постоянного члена комиссии в ее работе также принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Членов комиссии интересовало, какой вклад собирается вынести тот или иной университет в развитие системы высшего образования страны, а также реального сектора экономики регионов. Праздник весны или китайский Новый год – главный и самый длинный праздник в Китае, который приходится на смену времен года. Самой важной традицией праздника весны считается воссоединение семьи для торжественного ужина. Даже те, кто живет в другом городе или стране, возвращаются на это время домой. Но пандемия внесла свои коррективы, в том числе и в жизнь китайских студентов Казанского университета. Однако это не помешало им отметить главный праздник одной страны. Смотрим. В теплой, дружной атмосфере, в кругу друзей и соотечественников, китайские студенты Казанского университета не забывают традиции Родины, откуда в честь праздника весны пришли подарки. Сотрудники Генерального консульства Китайской Народной Республики подарили студентам медицинские маски, антисептики, конфеты и открытки. Китайское правительство уделяет большое внимание здоровью и жизни всех наших китайских студентов, которые учатся за границей. Хотели напоминать всех вас, уделять внимание, соблюдать все правила, то есть нас и дистанции. Поздравил студентов и проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев. Это действительно очень важно для студентов, получить весточку из своей страны, от своей семьи и понять, что вы всегда вместе и о вас всегда помнят. В этом году у нас такое важное событие, у нас Китай вышел на второе место по количеству иностранных студентов в нашем университете. Мы рады, что китайские студенты выбирают наш университет, что он для них интересен, важен, и мы надеемся, что это будет продолжаться при поддержке консульства и при доброй воле Китая и иностранных студентов, которые приведут к нам. Студентам пожелали хорошей учебы и успешной сдачи экзаменов. Встречу завершили памятным фото. И, конечно, мы очень соскучаем. Семья, родители, я уже долго здесь. Например, я уже больше, чем года в Россию никогда не уходила. Но все равно сейчас мы тоже все в порядке. Все студенты очень рады, что получите подарок. И здесь хорошо учиться, и здесь жить тоже нормально. И наши университеты вообще очень суперские. Напомним, это уже не первый раз, когда китайским студентам проявляют подобное внимание. С начала пандемии им уже несколько раз передавали средства защиты. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универньюз. Вакцинация от COVID-19 продолжается. Прививку от коронавирусной инфекции начали делать и в институтах Казанского университета. Подробнее в следующем сюжете. В институте управления экономики и финансов начали делать прививку от коронавируса. Практически все сотрудники института прошли вакцинацию. Сделать прививку от COVID-19 мог каждый желающий. Это бесплатно и добровольно. Мы все находимся в группе риска в связи с тем, что у нас очень большой и высокий круг общения. И я считаю, что нам необходимо прививаться из-за того, чтобы обезопасить себя и окружающих. По словам директора института, после прививки никаких изменений в организме не ощущаются. Состояние хорошее. Еще она добавила, что те, кто не переболел COVID-19, должны прививаться одними из первых. Джимми Небаева, Радик Загидуллин, Леонардов Литьяров, Универтньюз. Студенты Казанского университета признаны победителями премии имени Шарифа Камала. Обучающийся второго курса Института международных отношений Азад Якубов стал лучшим в номинации «Литературный перевод». Студентка второго курса Института филологии и межкультурной коммуникации Алина Хабибулина победила в номинации «Проза». Им вручили денежные призы в размере 50 тысяч рублей. 1 февраля в России вступил в силу закон о запрете мат в социальных сетях, что вызвало бурное обсуждение у пользователей. Как будет проходить отслеживание, какие штрафы грозят и какие еще ограничения могут ожидать нас в будущем, рассказывает эксперт Казанского университета. Согласно вступившим в силу поправкам к закону об информации, информационных технологиях и о защите информации, социальные сети обязаны в течение суток удалять сообщения с нацензурной лексикой. При этом соцсети, которые посещают за сутки более 500 тысяч пользователей, обязаны сами проводить мониторинг запрещенного контента. По этому словарю просто будет обеспечиваться поиск совпадений. Будет введено некое пороговое значение, когда при одном, это наилучший такой случай, ну, либо при большем количестве попаданий, будут, пошутить дело, выявлять владельца соответствующего аккаунта, ну, и с ним уже проводится работа. За нарушение новых правил администрация соцсети должна выплатить штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Для авторов постов с нецензурной лексикой штрафов пока что не предусмотрено. Однако это не значит, что нужно нарушать правила даже фейковым аккаунтом, ведь и они оставляют за собой личную информацию. Вообще, так или иначе, в социальных сетях существуют официальные способы регистрации. В Российской Федерации это с обязательной аутентификацией. И вы прекрасно знаете, что при регистрации вы указываете, есть бы номер телефона, ну, либо номер или адрес электронной почты, который, так или иначе, тоже ассоциирован с номером телефона. По словам Сергея Мосина, из любых аккаунтов, даже фейковых нарушающих правила, может формироваться черный список пользователей, который в дальнейшем будет отправлен администрацией социальной сети. До конца не определена глубина поиска, но, скорее всего, первый шаг будет относиться, в первую очередь, к открытым общественным каналам. Ну, не исключено, что в последующем это все-таки будет переведено и в целом на уровень контроля чистоты контента. В спорных ситуациях администрация соцсети должна обратиться к Роскобнадзору. В остальных же случаях решение необходимо принять в течение суток. Дело в том, что в России действует закон о ненормативной лексике. И, в принципе, в уличных местах использовать подобные слова нежелательно. Это законодательно наказуемо, как минимум административно. Но, если мы говорим про ресурсы, ресурсы в социальных сетях, по сути, это тоже общественная такая среда. Ну и, скорее всего, здесь справедливо, что подобный контроль начинает действовать и в этом медиапространстве. О том, какая погода ожидает казанцев в ближайшие дни, узнаете в нашем следующем сюжете. Февраль встретил нас с довольно теплой погодой. В последние дни дневная температура составляла порядка минус 4-5 градусов. Несмотря на то, что первая декада февраля по климатическим мерам это один из самых холодных периодов. В это время среди сочной температуры порядка минус 12-13 градусов. Но, в данном случае, благодаря тому, что у нас процесс идет западный, температура фона у нас выше климатического. Градусов на 5-7. Поскольку процесс западный, он является неустойчивым, то, в данном случае мы находимся как-то под влиянием на каком гребне высокого давления, то обстановка изменится к концу недели. По словам Юрия Переведенцева, мы будем находиться под влиянием циклонных фронтов. Поэтому в нашем регионе выпадут осадки, достаточно серьезные, до 10 мм в сутки. Благодаря воздействию арктического воздуха мы будем находиться в тылу циклона. Поэтому к концу недели казанцы будут ожидать значительное похолодание. Фон будет низок климатического. Температура, по крайней мере, понизится в дальних 20 градусов. Так сказать, буквально с 5-6 числа, это где-то суббота, уже должна температура понизиться. Арктический воздух будет у нас уже холодный. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok